Всем привет! Сегодня новости моего кормового цеха. Проект Комбикорм своими руками. Итак, почему же мои друзья вдруг начали меня называть Ринго Стар? Так зовут легендарного барабанщика Битлз. Что вообще у нас может быть общего? В Ливерпуле я не был, ну разве что отсутствие музыкального образования нас объединяет. Ну, просто я недавно похвастался, что для хранения своих кормовых ингредиентов приобрел приличную партию барабанов. А у моих друзей хорошее чувство юмора. Барабан это картонно-навивная емкость из очень плотного картона. Эдакий бочонок получается, который сейчас широко применяется в логистике, при перевозке, для хранения и так далее. Крышка и дно из фанеры или ДВП. Диаметр вот у меня 40 сантиметров, высота 50 сантиметров. Вот именно такие я себе подобрал. Всего 63 литра объем. Ну, вообще они разные бывают, побольше, поменьше. Но вот эти мне идеально подошли. Они сопоставимы с 65-литровой пластиковой бочкой. Только пластиковая такая бочка даже БУ стоит никак не меньше 500 рублей. Ну, если мы берем БУ из-под пищевой продукции. А барабаны я купил по 100 рублей за штуку. Новые пластиковые бочки 65 литров еще дороже. 712 рублей в Леруа. То есть одно такое изделие из пластика, бочечка, или 7 прекрасных барабанов. Выбирайте 65 литров пластика или 440 литров объема картонно-навивных барабанов. Ну вот, за ту же цену все. Для наших кормовых целей супер решение, на мой взгляд. Зерно и так далее, результаты гранулирования, то есть сам комбикорм, у меня хранятся в пластиковых 10-литровых ведрах. Я подробное видео об этом показывал. Ну, мне так удобнее с ними работать. А вот ингредиенты, то есть уже подготовленные к гранулированию, перемолотое зерно и так далее, я храню именно в барабанах. Вот тут у меня, например, мел, примиксы для смешивания и гранулирования. Тут вот сухари молотые. Ну вот смотрите, как вообще это делается. В хозяйстве, где есть животное или птица, нет и не может быть хлебных отходов. Это нонсенс. Все остатки хлебобулочных изделий идут на корм. Кстати, для любителей четких формулировок, хлебобулочные изделия это изделия из хлеба и булок, чтобы внести ясность. Все мои родственники, друзья и кто сам вот живность не держит, остатки хлеба никогда не выбрасывают. Собирают и раз в две недели отдают мне. Представляете, сколько годного хорошего хлеба мы выбрасываем. А ведь не проблема положить недоеденный кусочек, чертую горбушку на подоконник, на батарею или на теплую печь. Через несколько часов у нас отличный сухарик остается, который можно убрать в пакетик. Он уже не испортится. Вот это корзина 60 литров с урожаем хлеба за пару недель как раз. И это бесплатный корм, который в составе от кормочного комбикорма может составлять до 15%. Как это делаю я? Я беру барабан для хранения данного сырья перед гранулированием. Ставлю прямо на него уже показанную мной недавно зернодробилку фермер IZE140M. Конечно, этот зерноизмельчитель рассчитан прежде всего на работу по зерну. Но мне он и тут помогает. Прямо в пакете руками я крошу батон. Кто не в курсе, крошить батон на блатном означает то же, что катить бочку или вызывать на конфликт. Образовательная страничка на канале Фермер Одиночка. Вот чем мельче фракция у нас получается, то есть когда я вот руками разламываю, в принципе сухарики легко ломаются. Чем мельче, тем лучше. Так как трубка зерноизмельчителя у нас рассчитана именно на зерно, поэтому она достаточно небольшого диаметра. Но при помощи такой вот ручной подачи сухариков с измельчением дополнительным именно уже в бункере, бункер довольно быстро пустеет. То есть сухарики перерабатываются, перемалываются. На выходе вот такие панировочные отличные сухари. Получающаяся крошка прекрасно подходит к смешиванию и дальнейшему гранулированию. В этом барабане сухари и хранятся. Картонно-навивные вот такие вот барабаны. Тара прекрасная, но помещение, разумеется, должно быть сухим. И это общее требование к хранению кормов, не только связанное с картонной тарой. И не должно быть грызунов, потому что железо или толстый пластик, например, бочки, мыши не прогрызут. Крысы, ну, теоретически могут, но не быстро. И вы уж точно заметите эту их активность. Ну, то есть вы их застанете за подготовкой такой диверсии. Картон же грызунам вполне по силам. Но у меня хозяйство защищено. У меня проблемы грызунов нет совсем. Ну, еще бы, я кормлю трех усатых контрразведчиков. Тренированные головорезы. Корм круглосуточно под охраной. Делается все просто. Ставим барабан, сажаем на него кота, выдаем ему табельный травмат и лицензию на уничтожение грызунов. Все. Такая удобная тара, как барабаны. Новая тоже стоит очень прилично. Но если брать на сайтах объявлений, как делаю я, то стоимость изделия от 100 до 200 рублей за штуку. Дороже 200 даже не стоит смотреть. Ну, тогда уже действительно пластиковая бубочка становится выгодной. Я вот взял партию за 100 рублей. Нашел контору, которая в барабанах получала фармацевтические товары. То есть совершенно безопасные. Там этикетки клеят, в принципе, на них. Ну, не всегда, правда, но в крайнем случае можно всегда поинтересоваться из-под чего. Ну, и осмотреть лично. Сухие, чистые можно брать. Если в пластике, то есть в пластиковую бочку можно налить как пищевой сироп, так и какие-нибудь адские химикаты, то в барабанах обычно перевозят именно запечатанную продукцию. То есть бутылочки, пакетики, коробочки какие-то и так далее. Ну, во всяком случае, вот то, что я видел. Ну, то есть сама поверхность барабана изнутри всегда чистая. Как раз если вам предлагают БУ-барабан со следами подозрительного порошка, лучше отказаться по целому ряду причин. Ну, а в одном из следующих видео я вам покажу работу уже непосредственно гранулятора DR-150 InHome от Донецкого Кролика. Я, наконец, притер матрицы, все наладил и расскажу, как это все делается и с чем вообще можно столкнуться в работе. Спасибо, что смотрите канал. Если было интересно, поставьте лайк, и я буду очень рад новым подписчикам. До новых встреч, друзья, на канале Фермер-Одиночка. Фермер-Одиночка. До новых встреч, друзья, на канале Фермер-Одиночка. До новых встреч, друзья.